Энергии должны бурлить. Ты можешь оказаться сейчас в его войске. От чего люди хотят избавиться? Противопорство энергии. Они от этого становятся сильнее. То есть ты можешь оказаться сейчас в его войске тоже, если хочешь. События будут развиваться как параллельно. Это было когда-то, но ты можешь оказаться сейчас и пойти с ним на войну, потому что эта война, она постоянно, вечно. То есть ты можешь одновременно сейчас быть здесь и одновременно быть в его войске там. Вот эта война, даже здесь на земле. Война считается чем-то, от чего люди хотят избавиться и прекратить войну. Почему? Нет. Почему? Это противопорство энергии. Они от этого становятся сильнее. Каждая энергия от этого становится сильнее и просто расширяется, увеличивается. Это борьба энергии. Она постоянно идет. Это как, то есть если не будет движения энергии, они просто завянут, затухнут и заплесневеют. Поэтому они должны противопорствовать этой энергии. Потому что энергии должны бурлить, как бы они должны двигаться, они должны закручиваться, они должны, всякие векеобразные потоки должны быть. А если просто будет энергия стоять, она должна двигаться. То есть вот этот их борьба, их это именно движение энергии. Вот он со своим войском, это просто одна энергия. Он летает, закручивается в противопорство с другой энергией. Пусть даже это можно представить как сражения на мечах, либо представить просто как противопорство энергии, закручивание вихрения энергии. Две разные цветные энергии, две разные энергии разных цветов, они перемешиваются, закручиваются, перетягивают на другую, теснят. Вот от этого они только заряжаются. Чем больше друг об друга трех, допустим, ну два объекта, да, тем они больше заряжаются. Так и здесь. Можно представить это в виде противоборства, именно противоборства земного можно представить это. Ну, во-первых, это не на земле происходит, поэтому никто там не умирает вот в этом противоборстве. Поэтому сказать, что это плохо или хорошо, это нет, это процесс. Так же, как и все воины земные, если взять и в глобальном плане, это не плохо, не хорошо, это просто процесс движения, движения энергии. Ну, а вот у нас на земле, ну, высокоразвитые люди, ну, кого мы считаем, например, какие-то духовные там, учителя, ученые, там, первооткрыватели, они же все не воины. Они... Ну, и что? И что? Это они не воины. Разве там застой энергии? А что, разве нет у нас великих ученых воинов? Или великих каких-то деятелей воинов есть точно так же? Не, ну, я имею в виду, что развитие энергии может быть и без войны. То есть, так как бы... Это их мнение только. Это только их мнение, а тем не менее война постоянна. Они же сами вовлечены в те же самые войны. Они именно своим вот этим вот просветлением, они сдерживают темные силы та же самая война. Они, может быть, не нападают, но не значит, что войны нет. Они не нападают. Они сдерживают темные силы, удерживают равновесие. Где-то нет противоборства, потому что противоборство только на... Как бы есть передняя линия, ну, линия фронта есть, да? Там идет противоборство. Чем дальше, к краям там нет противоборства. Там, хорошо, чуть дальше на краях там вообще никакого противоборства. Там просто нет движения. Они, да, они развиваются, они там что-то поднимаются, они стоят на месте. Ну, вот они стоят и поднимаются, поднимаются, поднимаются. Ну, самое бурление, оно вот в этом вот, на этом лезвии ножа на этом. Самые энергии светятся, сверкают, сверкают, мелькают, искрят именно вот на этой вот, на этом стыке, темного и белого и светлого. Энергии сталкиваются, взрываются, заряжаются. Там искры, искры, молнии и гром. Энергия зарядилась, отошла дальше. Ну, отошла на край. На краю там вся светящаяся, заряженная энергия светится, заряжает всю остальную, как бы, свою часть. Заряжает всю остальную часть. Процесс противоборства, он есть всегда. Это война, это просто в земном выражении война. Это, ну, на земле это война, где прям там пушки и трупы, и кровь. А в глобальном смысле это два потока встречаются, друг на друга давят, два потока. Один передавливает, другой передавливает. Искры, разряды, электрические какие-то стыки. И ушло в спокойную, там, в спокойную часть. Та, которая в спокойной части была, та пришла. Волнами, как бы. Волна пришла, столкнулась с противоположной волной, какие-то заряды вызвала и ушла назад отдыхать. Вот это, вот, просто этот процесс, этот процесс идет. Если просто все представить в глобальном плане. Так, я вот тогда не очень понял, почему ради, вот, ну, был этап, да, когда вот ты, Высший, я, да, там, я, как вам надо сказать, мы участвовали в этом войске, да. А почему у нас до сих пор имя это космическое такое сохранилось? Если сейчас мы не сильно связаны с, ну... А почему не сильно связаны? Почему не сильно связаны? Это бесконечно. Это раз ты, и ты там. Ты хоть всю секунду ты там. То есть, это же не, не так, что первое, второе, третье. Там, вчера было первое, сегодня второе, завтра третье. Нет, это процесс бесконечный, постоянно. Он всегда идет. Это, это всегда. Это движение, оно всегда есть. Поэтому ты в этом войске всегда. Я всегда останусь там воином, условно говоря, одним из миллионов и никогда не стану кем-то другим. Почему? Развитие идет все время. Это часть тебя. И в том же, и там тоже идет развитие. Ты даже не знаешь, что ты там стоишь с ружьем или даже с луком, например. И века идут, а ты все с луком там стоишь и стоишь в том войске. Часть тебя – это часть той энергии. А название – это просто для понимания, для понимания тебя. Точно так же ты можешь и не называться. Разница, что изменится от того, что ты назвался или не назвался. Или ты, допустим, предстал воином, или ты предстал просто куском энергии. По сути, ничего не меняется, но все равно будет все. Как было, так и есть. Ты часть той энергии и этой, и своей группы духовной, которая может быть просто одним общим, единым целым. А может каждый быть отдельностью, по отдельности. Несмотря для чего нужно. Нужно тебе что-то там рассмотреть. Все каждой стали по отдельности. Не нужно ничего. Все просто в единое объединились. Так же это войско Василиуса, войско. Оно идет, ну вот на это, как бы на острие ножа идет, на стык энергии. Все, оно идет как войско. Каждый член войска, каждая отдельная единица. Прошли какой-то этап, столкнулись, все, успокоились. Просто летающая энергия. Поэтому ты как множество, множество, множество частиц. И в том числе одна из частиц. Ты, ну, допустим, в его войске миллион частиц. Миллион, но не все вообще частицы всего света. Ты одна из частиц тебя в его войске. Ну, одна из частиц другого человека в другом войске. В другом потоке энергии. Его войско это просто как поток энергии, если принимать это в таком глобальном масштабе. Ну, оно нужно всегда. Как оно может? Вот оно было и друг его нет. Куда оно может деться? Оно и есть всегда. Этот поток энергии, он просто приходит, уходит. Ты там более активен, менее активен. Ты там присутствуешь, но можешь вообще совершенно, в какой-то момент вообще никаким образом не участвовать и не проявляться. Потому что полностью, то есть это сосредоточение твое в другом. Если ты там нужен, значит ты там более проявишься. Не нужен, менее проявишься. Но с тех пор, как ты покинул Сириус, ты здесь, ну как сказать, на многих апостасях, можно так сказать. А я покинул Сириус? Ну, с тех пор, как покинул. Ну, в смысле, что ты как покинул Сириус? Сейчас я был на Сириусе. Здесь, соответственно, никаким образом, никакими частичками, ничем не рас... То есть был весь там. Сириус покинул. Ну, во-первых, все равно. И частичка тебя тоже осталась там, все равно. Там тебя помнят, там тебя знают, соответственно, что частичка тебя там есть. И вот пришел сюда на землю, побывал в его войске. Ну, да, можно сказать, что в реальном войске его побывал, да, в реальном. А потом в его войске так и остался. Но либо больше, либо никогда больше, когда меньше, но остался навсегда. И даже, даже можно так сказать, что на темной стороне тоже частичка тебя. И бывают такие моменты, когда войско Сириуса сталкивается с темным войском. И там тоже часть тебя. И в результате... Да. В результате борьба самого с собой происходит. Твоей часть светлой стороны, твоей темной стороны происходит борьба. То есть, как бы борьба самого с собой. Это все вроде бы происходит вроде бы на тонком плане, но в то же время оно и происходит ты. Ты это чувствуешь в себе. Это вот и есть борьба с собой. Вот оно тебе и развитие. Ты борешься... Ну, это чисто только тебя брать. А если брать всех, это какое развитие? То есть ты... Ну, частичка тебя со светлой стороны, частичка тебя с темной стороны. Они сталкиваются, они борются. И эта борьба происходит внутри тебя. И она тебя... То есть вот эти энергии, сталкиваясь, они еще больше и больше расширяются. Ее становятся... Они становятся более сильными и сильными. Ты вот растешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok